Лидер 80. Главное принципиальное отличие, помимо урожайности, комплексная устойчивость к болезням. Когда речь заходит о пшенице, Николая Коробейникова сложно остановить. И это лишь одна из культур, которыми гордятся в Алтайском центре агробиотехнологий. Научная работа здесь развернута по многим видам. Овес, ячмень, горох, рапс. Уникальные сорта выводят специально под климат Алтайского края. Алтайский край – это выраженная зональность. С одной стороны, это колундинская зона, где редко урожай, очень жесткие условия. Поэтому необходимы сорта засухоустойчивые, малотребовательные к влаге. С другой стороны, противоположно, берем виско-чемышевые, восточные районы Алтайского края, где осадков в два раза практически больше, чем в Колунде. Там необходим другой тип сортов. Большие надежды здесь возлагают на сорта сои альфа. Их создали при поддержке краевого гранта суммой в 2,5 миллиона рублей. Виктор Петрович, одна из культур, таких стратегически важных для питания человека и кормления – это соя. Соя – теплолюбивая культура. А вы знаете, у нас заморозки на территории Алтайского края бывают в конце мая, а это весенние, а осенние уже в начале сентября. Поэтому очень важно вот этот срок медитации соблюдать. Вот Алтом как раз прекрасно вписался. По словам экспертов центра, алтайские семена ценятся не только в других регионах, но и в Монголии, в Казахстане. Мы понимаем всю важность этой работы. Она в основе. Думаю, мы сегодня господдержку хорошую, большую представляем вообще отрасли сельского хозяйства. И мне кажется, что если здесь у нас будет достаточно усилий, финансирование приложено, то и дальше по всей цепочке будут у нас успехи. Основная проблема, которую мы видим, конечно, это специализированная селекционно-семеноводческая техника. К сожалению, на территории Российской Федерации нет ни одного завода, который бы занимался производством этой техники. Целенаправленно. Поэтому вот если у нас будет такая возможность именно проработать и по селекционному комбайну, даже не в приобретении, а в том, что какая-то организация машиностроения начала бы разрабатывать и производить его. Этот комбайн поможет селекционерам в разработке уникальных отечественных семян. Виктор Томенко дал поручение Министерством сельского хозяйства края и промышленности обсудить этот вопрос с местными сельхозмашиностроителями. Несколько десятков миллионов, может быть, потребуется на эти цели, но это та вещь, которая возвращается в конечном итоге нам сотнями миллионов, а может быть и миллиардами рублей эффекта. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.